Радцентр готовится к юбилею, а 27 сентября в Лавинске пройдет общегородской субботник. Крокодилы, ежи, лягушки и грибы – все это украшает двор Лидии Чурсинова. Ежикинца Лавинска занялась дизайнерской работой. Школьное самоуправление и другие вопросы молодежной политики обсудили на семинаре с участием специалистов Краевого департамента. До празднования юбилея Лавинского района остается всего неделя, а 27 сентября в городе пройдет субботник. Работы по благоустройству и наведению санитарного порядка начались гораздо раньше. В Лавинске много адресов, где сейчас происходит преобразование. Специальная комиссия ежедневно контролирует работы по наведению санитарного порядка и благоустройству. На этой неделе наша съемочная группа наблюдала за тем, как Лавинск готовится к празднику. Наталья Литвиненко продолжит. По традиции перед празднованием Дня образования района и города проводится Большой субботник, в котором принимают участие все учреждения, организации, общественность и многие горожане. В этот раз генеральный уборка Лавинска намечена на 27 сентября, но уже сегодня проводятся работы по наведению санитарного порядка и благоустройству улиц. Есть мероприятия, которые утверждили главой городского поселения, и они должны быть выполнены до 1 октября. Это мероприятия, касаемые подготовки города к празднованию. Значит, работы ведутся практически по всем направлениям. Совместно с управлением культуры с четверга будут проводиться мероприятия по украшению города, праздничными атрибутами. Предприятия коммунальные наши работают по вопросам благоустройства. План работы по наведению порядка большой, он рассчитан не только на центральную часть города, но и его окраины. В поселке Прохладном решили навести лоск на главной улице. Ее украшением и гордостью являются вечно зеленые у кустарники. За лето они разрослись, и актив микрорайона принял решение провести декоративную обрезку. Срезанные ветки помогут убрать школьники, объяснила представитель микрорайона Полина Сергеевич членом комиссии по контролю за санитарным состоянием. И школьники сюда уйдут, будем разговаривать, чтобы помогли. К юбилею района на въезде в бывший МТФ номер один запланировано строительство остановки. Площадку уже отсыпали гравием. Работы идут и на улице Демьяна Бедного. Жители дома номер 115 к празднику получат настоящий подарок. Здесь приступили к строительству нового тротуара. Серьезным благоустройством занимаются на улице Мира. Предприниматели возле своего торгового объекта сооружают фонтан. Эту инициативу поддержало районное руководство. Вокруг новой конструкции приводят в порядок тротуары. Устанавливают вордюры. При подготовке к дню города хотим по максимуму выполнить работы по ремонту дорог. В настоящее время, как известно, завершаются работы в предгорье. По оборудованию уличной дорожной сети. Эта работа должна быть завершена до 30 сентября. Это 1,7 километра дорог, которые мы получили в этом году в асфальтовом исполнении, с обустройством тротуаров, водоотводных, траншей, каналов. В этом году в микрорайоне Предгорье построили новую дорогу в асфальтобетонном исполнении. Сейчас вдоль улицы дорожная служба прокладывает ливнеотводные каналы. Облагораживается и центральная улица Лобинска, Красная. Коммунальщики взяли на себя ответственность по краске ограждения вдоль аллеи. Большой объем работ по благоустройству и санитарной очистке города в период празднования 90-летия Лобинского района возложено на наше предприятие МУП Управления коммунального хозяйства. В настоящее время наше предприятие уже провели ряд работ. Побелили деревья на всех центральных улицах, привели в порядок наш городской парк, покрасили малые архитектурные формы, детскую площадку, скамейки, урны и ограждения силовые. В субботу, в день субботника, 27 сентября, мы планируем провести окраску моста в направлении села Вольное совместно с МУПом санитарной очистки. Этой осенью обновился и киноцентр «Восход». Учреждения культуры теперь украшают новые металлопластиковые окна. Витражное остекление руководство «Восхода» выполнили за собственные средства. Сегодня работники киноцентра наводят последние штрихи. Давно оно просилось, его нужно было заменить. Было очень холодно в фойе, поэтому за счет средств, приносящих доход деятельности, удалось собрать эту сумму необходимую. И вот приурочили ее, постарались подделать все работы к празднованию Дня города и 90-летию Лобинского района. Порядок наводится в парках и скверах города. В шестом микрорайоне экологический десант из учащихся пятой школы высадился в парке «40 лет победы». Чистоту здесь решили навести, не дожидаясь общегородского субботника. В сквер ученики пришли не с пустыми руками. Они принесли грабли, ведра, веники и приступили к делу. Чтобы это место отдыха преобразилось, потребовалось буквально один час. Пятая школа принимает активное участие. Мы разделились на команды. Команда старшеклассников убирает парк, принадлежащий территории Мирненского дома культуры. Белим деревья, убираем листво, будем убирать землю на клумбы, рассыпать. В общем, работы очень много. Средние классы убирают территорию школы, клумбы копают, растения уже, которые убирают. Братские захоронения убирают восьмые классы, наводят порядочек. И берем по улице центральные деревья. Работы очень у нас много. В мероприятиях по наведению санитарного порядка колобинские учащиеся всегда активно принимают участие. За каждым учреждением закреплены определенные территории. Седьмая школа традиционно облагораживает въезд в город со стороны Курганинского района. Вот и в этот раз ученики дружно вышли на уборку аллеи. Учащиеся помладше собирали сухие листья в пакеты. Старшеклассникам доверили более ответственную работу – побилку стволов деревьев. Можно сейчас отметить, что большинство школ вышли навести санитарный порядок на своих закрепленных прилегающих территориях. Это и аллея по улице Турченинова, это и площадь Победы, это и памятник первоконной армии. То есть основные мероприятия направлены на вот такие объекты. То есть дополнительно наводится санитарный порядок на школах и прилегающей территории. В плане озеленения города будет произведена инвентаризация всех зеленых насаждений, которые не принялись или засухли после данной засушливого лета. То есть это планируется произвести подсадку деревьев на кольце, где седьмая школа, по улице Богдана Хмельницкого досадить березы. А также большой комплекс мероприятий будет производиться по улице Красной. Это закладка аллеи, где был у нас бывший танк. То есть там будет большая, можно сказать, роща. Я с уверенностью могу сказать, что и в этот раз и наши предприятия, и организации, и все мы общими усилиями, естественно, подготовим по максимуму город к празднованию. До Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Навести чистоту, сделать красивыми свои дворы призывают и председатели микрорайонов. Среди жителей Лабинска есть те, кто является примером для других. Героиня нашего следующего сюжета Лидия Чурсинова превратила свой двор в сказку. На ее участке не только красивые растения, но и скульптуры, которые Лидия Васильевна тоже сделала сама. Строитель по образованию Чурсинова Лидия Васильевна – очень творческая натура. Женщина давно мечтала заняться ландшафтным дизайном, но все не было времени – работа, дети, внуки. Когда ушла на пенсию, стали появляться свободные минутки, и Лидия Васильевна принялась творить на собственном участке. Училась я, между прочим, когда проходила по нашему парку. Мы обычно привыкли цветочки сажать, а за ними мало ухаживать. И когда я увидела, что женщины каждый цветочек облагораживают, я пришла и посвятила время этому. Лидия Васильевна уже больше восьми лет создает красоту у себя во дворе. Причем она украшает территорию не только цветами, но и скульптурами животных. Рабочий материал – дерево, камни, глина, цемент. Всего пару часов, и забавные поделки радуют глаз. Сегодня в сказочном дворе красуются сова, крокодил, мухомор, ежик, утка, лягушки и многие другие интересные скульптуры. А еще у хозяйки есть дворовый камин, на котором Лидия Васильевна даже готовит пищу. Занимаюсь лепкой, скульптурой. Есть у меня наставник растения. Тоже выращиваю из черенков. Много денег у меня я не затрачиваю на эти вещи. Под баночку посадила, выросла тоечка. Тои очень хорошо размножаются, можжевельники хорошо размножаются. Много семян заносят птички. Я эти растения не убираю, просто топиарной обрезкой преобразовываю их. Из дерева крокодила, вот у меня дерево большое, оно естественно мешает, растет очень активно. Мы макушечки срубили, увидели, что там сын мне помогал, увидели, что можно из него крокодила сделать. И вот уже в течение 7-8 лет он у меня украшает. Новые идеи посещают Лидию Васильевну чуть ли не каждую минуту. В ближайшем будущем она планирует смастерить печь тандыр, чтобы вечерком посидеть, отдохнуть и что-нибудь приготовить из национальных блюд. На будущее строю тандыр. Давно мечтала, азиатская печка. Это будет тандыр-столик, где можно будет самовар, где можно будет посидеть за ним. А при необходимости зажечь и спить что-то или приготовить какой-то ужин. Труд мастерицы не остается незамеченным. Друзья и соседи часто приходят во двор Лидии Васильевны, чтобы полюбоваться садовым интерьером и сфотографироваться. Пенсионерка и сама довольна своим успехом. Когда делаешь свое пространство, удивительная атмосфера здесь создается. Поэтому, естественно, хочется... Вот смотрите, наши жители с удовольствием проходят по парку, да? Потому что красота. А если у себя сделать, то с удовольствием приходишь в это пространство и отдыхаешь. Мы с некоторых пор, где-то с весны узнали, что она занимается этим ландшафтом. И у меня было такое желание немножко о ней сделать небольшой репортаж, чтобы наши жители, глядя на такую красоту, как-то видели все это. И вот я считаю, что это очень достойный пример для подражания. Чтобы они, если даже не во дворе, то хотя бы на придомовой территории, старались как-то украсить, улучшить, чтобы город наш был все-таки самый лучший на Кубани, самый чистый, самый красивый. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В школах Краснодарского окрая готовятся к выборам президентов. Единый день голосования пройдет 15 октября. Лидеры школьного самоправления в Лобинском районе войдут в молодежный совет при главе. Специалисты Департамента молодежной политики и края в эти дни проводят встречи с активистами во всех муниципальных образованиях. Одна из встреч состоялась в Лобинске. Екатерина Клименко узнала о том, какие темы обсуждаются на таких семинарах. Организация работы с молодежью в городских и сельских поселениях Краснодарского края – приоритетная задача Департамента молодежной политики. Его представители выезжают в муниципалитеты, чтобы обсудить основные направления деятельности. Семинар прошел под руководством начальника отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями Департамента молодежной политики Краснодарского края Светланы Парахиной. На встречу с руководством пришли активисты и кураторы школьного самоуправления. Они обсудили главное событие осени – выборы лидеров школ, которые состоятся 15 октября. Мы выезжаем в зоны Краснодарского края для того, чтобы проговорить с руководителями органов по делам молодежи, со специалистами сельских и городских поселений, с координаторами, курирующими работу школьного, ученического и молодежного самоуправления, как мы будем строить свою работу в этом году, в конце этого года и в следующем, соответственно, в очередном году. Сегодня наиболее актуальным является вопрос повышения культурного уровня сельской молодежи. Этому будет способствовать увеличение количества мероприятий и создание новых клубов по интересам, запуск новых проектов и программ, чем уже и занимается Лобинское управление по делам молодежи. Также на совещании поделились опыт о молодежных советах при главах муниципальных образований. Нам очень приятно, что сегодня на территории муниципального образования Лобинский район состоялся краевой семинар совещания на тему развития школьного самоуправления, молодежных советов при главах администрации муниципальных образований, а также развития социоклубной молодежной системы. Вообще, конечно, это очень актуальная тема. Приближается тем более единый день выборов среди ученических советов. Мы будем выбирать лидеров школьных советов, ученических при наших средних специальных учебных заведениях, которые затем войдут в актив и, конечно же, войдут в команду молодежного совета при главе администрации муниципального образования Лобинский район. О погоде нам расскажет Ирина Бирюкова, и я передаю ей слово. Ирина, что говорят о погоде синоптики? 26 сентября по прогнозам синоптиков погода существенно не изменится. Все так же облачно и прохладно. Выпуск новостей подошел к концу. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова